МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель, в студии працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Подарунок, будучи медиком, обновленный интернат больше на 500 мест открыли для студентов Гомельского державного медицинского университета. Марафон добрых справ протягивается до акции «Наши дети», до лучшегося Белтель-радио-компания. У счастливый шлях у Гомеля на маршрут вышел новогодний троллейбус. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня на Гомельшине распочалось вылучение делегатов на шестый у Сибелорусский народный сход. Первыми назвали имены депутатов областного и городского совета. В уголе Гомель на сходе представят 75 человек, треть из которых представляют депутатский корпус. По каждым с удельников проходило персональное голосование. Усягло, зацвеженным списом, 25 основных и 5 розервовых удельников. Практично все заявляются беспартийными. На Усебелорусском народном сходе, а ки пройдя у Минску 11-12 лютого, сперутся представники реального сектора экономики, аддукации, медицины, гандлю, жилево-коммунальной господарки. При этом все делегаты мают значный опыт работы в своих сферах. Я буду представлять как коллектив университета, так и коллектив Спартаковского избирательного округа. Это первое. Второе. Для меня, конечно, волнительно сегодняшнее заседание было. Я надеюсь, что на этом собрании будут обсуждаться вопросы не только подводиться итоги прошедшей пятилетки и обсуждаться планы на будущую пятилетку, но и будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы, о которых в последние месяцы много говорится и в средствах массовой информации, и на диалоговых площадках, и между людьми. Особливый день у житей Гомельского державного медицинского университета. Сегодня, после капитального ремонта, урочисто открылся интернат установы. А кроме того, волонтеры университета, которые допомогали у лечения хворых на коронавирус, отрымали заслуженные узнагороды. Обед две подеи не застались без уваги представников улады, не только областного аллея республиканского узровня. Подробязности в наступном сюжете. Долгачаканная новина для студентов Гомельского медуниверситета. Интернат на проспекте Кастрышника целком адрамонтованы. На его открытии присутничали керавництво установы, представники улады, а так само сами навученцы. Идея одновить будинок заявилась давно. Значная роль в ожитивлении планов належит миновита державной подтримцы. Мы долго спорили, как, за какие деньги, как быстро отремонтировать и получить такой хороший студенческий дом, для того, чтобы вы могли уютно учиться, не отказывали себя во многих даже уже таких направлениях, как отдых в том числе, чтобы у вас были комфортабельные условия, чтобы меньше было студентов в комнате. И вот результат работы строителей. В целом это государственная программа. Интернат различен на 510 месяцев. Капрамонт выконал будавничо-монтажный поезд номер 354. Тут заменили коммуникации, лифт, бытовую технику. У покоях новая мебля. На кухнях замест газовых будут электричные плиты. Якостью работ керавництва университета задоволена. Я больше, скажу, увидите по качеству и отделочных работ, и по качеству установки, и по срокам, насколько активно и насколько качественно это было сделано. Более того, ни одна такая стройка не обходится без непосредственного контроля ежедневного. Мои сотрудники ежедневно были здесь. Я лично, как ректор, постоянно держал эту ситуацию на контроле. И сегодня мы имеем прекрасное новое общежитие на 510 мест. И это серьезно решит вопрос проживания студентов в городе Гомеле. Со студентского дому перемещаемся у их альмаматор. Тут узнагородили студентов-волонтеров, які допомагали урачам у лечения пациентов с коронавирусом. И они не побоялись опрацать у червонной зоне. Их головной задачей была реабилитация. Наверное, по большей части, это была просветительская работа среди пациентов. Мы, наверное, говорили им ту информацию, которую доктор не успел им сказать, да, или сказал, но они это не особо восприняли, да. Мы же рассказывали, как правильно лежать в кровати, про пронпозицию. Мы им рассказывали про дыхательную гимнастику, мерили сатурацию. Ну, то есть в этом плане у нас направление было нашей работы. Волонтеры отрымали узнагороды от Гомельского Абл-Ваканкама, а так само от Министерства Аховы Здоровья. Досягнение университета башны не только на Мясцовым, але и на Республиканском Узроуне. Это действительно здорово, потому что понятно, что ребята выбрали эту профессию осознанно. Ну и, значит, получится очень классно доктора. Это действительно радует, это здорово. Молодой, очень активный ректор, профессор с огромными, хорошими такими идеями, с здоровыми амбициями. Я думаю, будущее здесь очень хорошее. Складанный 2020 год став для Гомельского медицинского университета годом измен. Это и новое руководство установки, и эпидситуация, которая целиком перевернула жительство НУ. Так-то иначе все выпробования переодолены достойно. В Новый год с новыми силами и бесценным опытом, набытым за это не просто период. Миколай Скенсиян, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Акция «Наши дети протягивая подорожи по краю до доброчинного марафона» долучаются сотни необъяковых людей. Их огромная мета – подарить клопот и увагу тем, кому они так потребны. Белтель-радиокампания не только активно осветляет марафон, але и что год становится его удельником. Сегодня подарунки от медиахолдинга примали выхованцы Луковской школы-интерната. Тут навучаются больше, как 120 детей. Во всех складанностей со здоровьем, и о маль, никто з их не ведет, что такое батьковский клопот. Кожная дитя отримала солодкий сувенир. А гульным подарунком для всей установы стал набор музычной аппаратуры. На дать увагу выхованцам приехали яшекаля по сотне доброчинцев. У Тымлику – представники профсоюзной организации, мясцовых уладов и предприемств. У Аткаса дети поделились с гостями новогодним настроем и выступили со святочным концертом. Я сегодня участвую в концерте и буду я снежинкой. Люблю подарки. Я здесь помогал украшать. Новый год для меня – это радостно. Это давние наши друзья, которые каждый год помнят о наших детях и приезжают к нам в канун новогодних праздников. Не просто приезжают, а каждый год с ценными подарками. Дети – они и есть дети. Они этого праздника ждут очень целый год. И ждут, конечно же, сладости, конечно же, Деда Мороза. Это тот минимум, который мы могли сделать для этих детей. И куда важнее, как мы видим, то, что делает, во-первых, государство для всех этих ребятишек, пытаясь дать ему очень достойный уровень жизни. Во-вторых, что самое важное, здесь нужно говорить и говорить спасибо всем преподавателям, педагогам, которые здесь работают. Это очень тяжелый труд, во-первых. И мы посмотрели здесь, кроме традиционной школьной программы, очень насыщенная, мне классная работа. Очень много культурных мероприятий, много спортивных мероприятий. Это очень важно. Без подарунка не застанется ни одно дитя. Марафон добрых справ в Беларуси протягнется до десятого студента. На передании Нового года керавництво и супрацовники областной Держа-Аутоинспекции наведали городский центр социального обслуговывания семьи и детей. Представники ведомства повиншевали выхованцев и работников установы с надыходящим святом. Дед Мороз и Снягурка, ролью яких выконали супрацовники ДАИ, водили с детьми караходы и уручали подарунки за творчие номеры. Никто не застался без уваги. Дарыш и Держа-Аутоинспекция шефствует над этой установой и наведывая выхованцев на все святы. Госавтоинспекция Гомельской области ежегодно, уже традиционно работает с детьми. Дарим детям новогодние подарки, но и не только, а также новогоднее настроение. Проводим акции, мероприятия, вот как и здесь, сегодня. Сегодня на посаджении президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов подводили выники года безпеки працы у сельской господарцы. План мероприемства по его проведению профсоюзы склали разом с Министерствами працы и социальной обороны, а так само сельской господарки и харчевания. Дякуючи суместной работе мясцовых уладов, контролюющих органов и наймальников, отрималося и снизить количество тяжких травмов и смяротных заходов на вытворчасти. Причем, это пишется не только агропромыслового комплекса. Становчая динамика во всех сферах. Дараячу, на протягу семи годов в регионе подчас уборочной кампании не зарегистрована выпадка у смяротного травматизма. Профилактичные мероприемства протягнутся. В планах – умоцовать роль у громадских инспекторов працы. В связи с изменением в законе об охране труда, мы сегодня будем акцентировать внимание, чтобы и в организациях сельского хозяйства, как и прежде, контроль проводился с привлечением общественных инспекторов по охране труда. Потому что сегодня общественный инспектор – это не просто контролер общественный, это прежде всего помощник руководителя производства работ, который не пройдет мимо нарушений и своевременно сообщит о нарушениях должностным лицам. Все это направлено на профилактику травматизма и должно дать определенные результаты. Головной причиной травматизма и гибели на вытворчестве по-ранейшему застаётся человеческий фактор – игнорование правил обеспеки, як керавниками работ, так и их выканавцами. Водители кажут, что ягубашно за некольки километров, а пассажиры чекают минавито гэтую машину. В Гомеле на маршрут вышел новогодний троллейбус. Какие ожидания можно загадать под час руху, доведались наши корреспонденты. Поравновать троллейбус новогодней ёлкой не варто. Врештіх это транспортный сродок, який повинен отповядать правилам дорожного руху. Тем более, что за рулем совсем неказочный водитель. Солята, выканать роль у Дяда Мороза совсем непросто. А проча бороды и шубы приходится корыстаться яшей медицинской маской. Налесоправдные герои повинны переодоливать усе тяжкости. Головная задача – дарыть людям радость. Люди хорошо реагируют, приветствуют, водители сигналят, машут, дети. Всё прекрасно. Новогодний троллейбус будя працевать у Гомеле до старого Нового года. Дарыча у троллейбусным парку кажут, что на рахунках за электроэнергию такая люминация не адобьется. По-перше, лямпочки на гирляндах не вельми энергозатратные, а по-другое, сёлетняя тёплая зима и так дозволяя знизить энергоспоживання. Что тычется пассажиров, им новогодний троллейбус саправды сподобався. Гэтый год был не простым. Эпидемия коронавируса не обышла бокам многих семей. До этого можно додать и особистые тяжкости. Но, когда опынуться указочным троллейбусом, на будущем можно поглядеть, куда больше оптимистично. Хочу быть врачом лабораторной диагностики, конечно же. Год был тяжёлый, третий курс – это вообще просто ужас. Но в целом хотелось бы сдать сессию, отдохнуть с родителями наконец-то. И чтобы в Беларуси всё наладилось, чтобы пришла наконец-то стабильность, которую мы все ждём. Ну и просто всем счастья. Для районных газет гэтый передновогодний час особливо насыщенный. Выдания рыхтуют новогодние номеры и одночасово завершают подписную кампанию. Дарыши зараз на Гомельщине зарегистрованы 24 державные региональные выдания за гульным таражом о малю 140 тысяч экземпляров. Наши корреспонденты наведали редакцию газеты «Добрушский край». «Добрушский край» – газета с великой историей. Кольки сторонок написано за гэтый час, докладно не ведая никто. Зато я зупылненностью можно стверждать, что ни одна важная падземя особого життя не засталася незауваженной журналистами. На Добрушской паперовой фабрице основная увага на гэтый раз – музею предприемства, створение якого зараз находится у стады завершения. Средо экспонатов есть действительно уникальные речи. Нават лінотып захаваўся. На гэтым поліграфішным абсталяванні некалі і створалася газета. Увагуле гэта саправдный професіоналізм у адносна невелікім районі пастаянна знаходзіць темы, які будуть цікавымі для джетачоу. Нашому колективу, які складаюцца з 13 чалавек, хатя кажу, 13 чалавек – это лічба не зусім спрыяльная, але 13 чалавек – члены редакційного колектива, включаючі мене, і аны люди, які здольны знаходзіць таку інформацію цікаву і оригінальна їй падаваць. Тому увага чыта чоу до нашай газеты, не глядячі на усе життёвые перепяты і медицинские, пандемія, але увага чыта чоу, не послабляється, що нам вельми приємно. А вот уже на сьогоднішній день, коли казаць про підписний періяд, зараз гарача пара у нас, у журналистів і колективу газетчиків, то зараз ми фактично, уже тираж складаю, каля 4200 екземпляров. Вот, тось, мы можам гваріць про те, што махчыма мы адновім тираж, акі був на перша студеня 2020-го года. Серед актывных падпішчыка ў Дубурського краю працівнікі м'ясовага коммунальніка, сільгаспродприємстваў Удзівськае, Завідаўськае і Калінінскі. У апошнім районку атрымлювуць більш як палувыработнікаў. Директор Віктор Байдул докладнае веде прычыну такої папулярністі. Када газету открываеш, інтересно посчитаць особенна про сільська хазяўства. Ну, а када ўже про Калінінскі пішут, то тут ўже і вапросів нету. Дзе освіщають нашу работу, дзе праславляють труд наших тружеников. Вы знаєте, кака это, как руководителі, гордость за наших тружеников, патаму што ані праславляють наше хазяўство. Ужо шэсь гадоў Добурскі Край зіўлеецца самаакупным выданням. З бюджету газета не отрымлювая ні одного рубля. Причым гэта не значыць, што журналісты ўсе доходы выкарыстовуюць толькі для ўласных патрыб. Добурскі Край – актыўна ўдзельнік соціяльных праектов. І гэта так сама сённяшня жыццё районкі з актыўной пазіціей. Апошній праект «Нашы деці», у якім прямая ўдзел наша редакція, мы сабрали сами сродкі і будзем ўручаць подарунок пыхаванцу шмадзетной сям'ї Светланы Рашковой с Агродні Гомельской, які написав, повесив своё жаданне на ёлусы жаданнеў ў нас ў райцентрі. І захотў отрымаць сабе самасвал, аутамабіль. Мы такі самасвал велікі мы купили. Так сама портфель першокласніку мы збіраем регулярно. Это ўже стала традиція ў колективі. Ну, і патроніруем, можна так сказаць, сям'ю загінувшого воіна-афганца. Журналіста можеш і не быць, але про блогерства ведаць обавязаны. Сёня ў Гомеле прайшоў взлёт юных журналістов і блогеров. Молодь, якая захопленна мастацтвам слова, з'їхлася з усіх кутков в області, кабы трымаць новыў опыт і вызначыць лепшых. Місце сустрэші конференцзала ГДУ Мяфранциска Скарыны адкрыл другі злёт юных акул пяра пра ректор па выхававчай роботе Юрый Никитюк. Дарай шы сё літа установа прапануе навучанне па спеціальності інтернет-журналистика. До того, шоу ВНУ активна іде падрыхтовка спеціалістов па сетковых технологіях. Злёт юных журналістів і блогеров – гэта махчымась декрануться до професії, падшуць меркавання експертаў і парады в опытных практикаў. Журналистика мене привлекає тем, що ти можеш виражати себе. То есть, по сути, ти в этом виражаєш свою позицію. То есть, в чём-то ти даже можеш отстаивати і защіщати свою родину, государство. Це моє хобби, і мені нравиться цим увлекатися. В свободне время я снимаю різні ролики про здоровий образ життя. Каким должно быть блогерство сьогодні, на ваш взгляд? Полезним і щоб обществу нуждалось в цьому. У программе «Злёту» наведування редакції газеты «Гомельская правда», областного музея военной славы, предприємства «Гомсельмаш» і областной библиотекі. А так само узнагороджування пераможців і празёров конкурсу творчих проектов «Юный блогер». Здесь собрались ребята, які участвували в конкурсе «Юный блогер», проводимый Главным управлением дилагностей работы культуры по делам молодёжи і Главным управлением образования обласполкома. Здесь собрались ребята, які увлекаются журналистикой. При редакциях созданы в районах школы юных журналистов. Мероприятие буде продовжено в следующем году. Может быть, подключиться ещё какое-нибудь течение. Весь мир развивается, не стоит на месте. Сокрыты семейного счастья на Гомельчине назвали «Лепшую молодую семью года». У першыню конкурс провели в 2008-м. Правда, тады он обмежовывался с поборніством «Батька, мать и я – спортивная семья». За часом у программу вяли творшие визитоки, які мають на увазі не толькі презентації семьев, але і розповіды об малой родзімі. З 2018-го в регіоні почали створать клубы молодых семьев. Сьогодні на Гомельчине коля сорока таких формированьев, які об'єдновують з выше 400 пар. Що тишиться непострідно конкурсу, то пераможцы у ім вызначалися у некальких номінаціях. Приза матерських симпатий у гомельчан-крыжановських. Третье місце досталося сям'ї «Канаш». Так само з Гомеля. Дипломант другой премії, сям'я «Махнаш» з Наравляншины. І нарешт завершення інтрыги. Головны признаки роваються у Добружський район, дзе проживаюць Авген Бадека і Ганна Фолалеєва. Каханне, довер і узаємная допомога. Пераможцы перекананы. Без гэтага моцной сям'ї быць не може. Молодой сім'ї много преград на життєнному пуці. Разне. Надо сразу научиться уважати друг друга, любити друг друга, помогати друг другу. І все делать вместе. Строїть, жити, воспитувати, роботати. Все делать вместе. Гэтая інша новинна інформація проєктах Телерадио-компанії «Гомель» вы можете знайсти на нашім сайті у інтернете по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуске завершено. Усяго доброго. І до зустрічі в ефірі. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Николай Скинтиян. Здравствуйте. «Гололёд» – вторая серія. Сегодня жители Беларуси снова вынуждены были добираться до работы в условиях ледникового периода. В травмопунктах десятки потерпевших на дорогах областного центра только за утро. Три серьезных ДТП. К счастью, люди в них не пострадали. В «Гомеле» из-за обледенения проводов также наблюдались перебои в движении троллейбусов. До полудня периодически машины выстраивались в пробки ввиду слабого контакта на линиях. Пассажиры были вынуждены пересесть в автобусы. Движение по графику восстановилось только после полудня. Отжимали ювелирное украшение у посетителей ночного клуба. В Мозыре грабители снимали золотые цепочки с клиентов у веселительных заведений. Один из потерпевших постречался с преступниками дважды. Сначала к нему подошли двое молодых людей неподалеку от ночного клуба. И потребовали снять цепочку весом 16 граммов. В противном случае грозились применить силу. А потом повторили то же самое в одном из микрорайонов. Потерпевший написал заявление, и милиция нашла налетчиков. Это двое мужчин, один из которых ранее судимый житель России. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы пять пожаров, на которых повреждены четыре строения и две единицы техники. На оказание технической помощи спасатели выезжали шесть раз. Вот к такому пожару привела неосторожность в обращении с отопительными приборами в агрогородке Бобовичи. Хозяин дома самостоятельно справиться с возгоранием не смог и вызвал спасателей. Те потушили пламя. Повреждены потолочные перекрытия, стены и имущества. Пострадавших нет. И это вся информация выпуска. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Без гомельского дерби в полуфинале. Состоялась жеребьевка финала четырех Кубка Беларуси по мини-футболу. Гомельские ВРЗ и БЧ избежали очного поединка на полуфинальной стадии. Железнодорожники сыграют со столицей вагоностроителей с охраной «Динамо». Финал четырех пройдет в Могилеве в спорткомплексе «Олимпийц». Полуфиналы состоятся 8 января. Первыми на паркет выйдут столица и БЧ. Матч стартует в 14.15. Спустя три часа путевку в финал спорят ВРЗ и охрана «Динамо». 9 января состоится финал. Начало в 19.30. Все матчи в прямом эфире покажет «Беларусь5». В Гомеле сегодня завершился чемпионат области по вольной борьбе среди мужчин и женщин. На ковры на арене Дворца легкой атлетики выходили более 70 спортсменов. Удалось собрать практически всех сильнейших атлетов. Львиная доля из них – это молодежь, которая уже пробует себя во взрослой борьбе. Чемпионат области – главный этап отбора на республиканские состязания. Данные соревнования являются этапом отбора на чемпионат Республики Беларусь, который пройдет в городе Минске 10-12 января. Поэтому уже до праздников мы определяем команду. Будет сбор, будем готовиться к чемпионату. В командном зачете у мужчин победила сборная Гомеля. Далее расположились борцы из Гомельского района и Будокошелева. У женщин тройка сильнейших выглядит следующим образом. Бронзу поделили команды Гомеля и Кармы. На второй позиции спортсменки из Гомельского района победили представительницы Речицы. На чемпионат Республики в составе сборной области отправятся 15 мужчин и 15 женщин. В Минске юные борцы греко-римского стиля оспаривали награды спартакиады детско-юношеских спортивных школ. Возраст атлетов 16 лет и моложе. В командном зачете на пьедестал поднялась сборная из Дюшор Гомель-Стекло. Второе место. В десятке лучших еще два учебных заведения из нашего региона. Воспитанники из Дюшор Жемчужина Полесье из Мозере заняли четвертое место. Вслед за ними расположилась команда Гомельской детско-юношеской спортивной школы номер пять. Всего за награды боролись почти 240 спортсменов, представляющих 30 спортивных школ со всей страны. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.